25-летие маски скорби это торжественная и скорбная дата, потому что живы еще узники лагерей, живы еще дети рожденные в лагерях. И собственно говоря, живы все мы, потомки и наследники той самой истории. И эта история, это и покаяние живущих, покаяние за то, что иногда забываем об этой теме, не даем себе труда, не позволяем себе боль внутреннюю, чтобы узнавать как можно больше об этой истории. Это предостережение потомкам, это слезы и боль тех людей, которые упокоились на этой земле. Поэтому для меня этот день, когда даешь себе какие-то обеты. И вот обращаясь к макаданцам, я хотела бы просто попросить сейчас людей о понимании, внимании и помощи. Потому что объект, этот мемориальный комплекс жертвам политических репрессий маска скорби, он находится сейчас в очень сложном состоянии. На территории объекта сейчас ведется благоустройство. И огромная просьба ко всем макаданцам отнестись к этому с пониманием. Не нужно посещать этот объект сейчас. Не нужно кормить животных на этом объекте. Не нужно ни в коем случае заезжать туда на автомашинах. Все это создает сложности и даже угрозы вашей собственной жизни. Потому что сама маска скорби, монумент, находится в аварийном состоянии. Следующий проект, деставрация маски скорби, он будет длительным. Как минимум два года мы будем деставрировать маску скорби.